Привет, это Зомби Эйсер, и мы продолжаем наши удивительные поездатые приключения. В прошлой серии мы с тобой начали строительство второго этажа, и мы продолжим это делать сегодня. Также мы хотели с тобой смастерить плавильную машину, но, к сожалению, вот так вот эта плавильная машина выглядит, нам не хватило одной шестеренки. Уверен, что сегодня мы ее найдем и, наконец-то, сделаем эту штуку. Времени сейчас 5.47, а это означает, что будет рассвет, и мы побежим на вылазку. Естественно, на вылазку никто голодным не ходит, поэтому кушаем. Наконец-то утречка, выходим на охоту. Последняя шестеренка. Надеюсь, что в коповской машине она будет. Ну же. Да, наконец-то я ее нашел. Возвращаемся обратно, потому что пульки у меня закончились, да и к тому же мы нашли последнюю шестеренку. Скоро у нас появится на поезде плавильная машина. Поставим ее где-нибудь здесь, у окошечка с другой стороны. Интересно, у нее такой же жуткий звук остался или нет? Вот оно, наше стекло. А откуда у нас здесь стекло? Разве я его делал тогда? Достаем наши ведра с песком и отправляем в плавильню. Плавим песочек вместе с ведрами. 32 стекла мне удалось выплавить с 8 ведер, ты представляешь? Вставляем окна. Ну вот, теперь мы как цивильные люди. Везде окна, везде роскошь. А теперь переходим к строительству лестницы на второй этаж. Возможно поставим так, или может быть так. Ну вот у нас и подъем на второй этаж, наконец-то. Отсюда даже можно посмотреть сверху на поезд. Нужно доделать пол второго этажа. И вуаля, второй этаж у нас готов. Можно переходить к строительству стенок и крыши. Нашел интересную постройку. Выглядит она вот таким вот образом. Тут есть дверь, и мы можем эту дверь открыть и попасть в нишу под лестницей. Ну, этакий склад. Есть у нас вот такая лестница чуть поменьше, и вот такая чуть побольше. Еще есть металлическая. Но я не вижу смысла в таких лестницах. Уж больно много места съедают. Что насчет дверей? Как тебе такая? Или такая? Ну или можно просто деревянную? По-моему лучше с окном поставить. Также нужно решить проблему с этим проемом. Дверь сюда не поставить, окно тоже не воткнуть. Так что ставим обычный дверной проем. Лишь только развернем. И поставим двери со стеклом в пол. Выглядит шикарно. Давай попробуем выйти. О, ее еще и нужно открывать. Вот это поворот. А если я двери не закрою и тронусь поездом, то есть вероятность, что эту дверь я снесу к чертям. Надо будет это попробовать. Кровать мы разбираем. Теперь она здесь не нужна, ведь есть у нас второй этаж. Поставим здесь ее посередине. А дальше мы придумаем, куда ее. Ну вот и все. Ремонт пока подождет. А мы выдвигаемся. Нужно кого-нибудь уже подорвать или поджечь. А то совсем скучно. Тут у нас как раз есть подопытный. Надеюсь, ему понравится. Да, ему понравилось, но мне не очень. Меня тоже заделал, поэтому нужно вкинуться таблетками. Че-то как-то я устал. Нужно энергетик выпить. А там, гляди, товарищ Толстый Шрек стоит. Не подходи ко мне, Толстый Злык. Я боюсь тебя. Черт, патроны кочились. Стой, у меня лопата, если что есть. Но она не пригодилась. Гляди, обоймы на полу остаются. Раньше я такого не замечал. Интересное замечание. Бежишь по своим делам и коробочки. Так и появляется и появляется сто пятьсот тысяч этих коробок. И так хочется все зашарить. Наконец-то. Хоть какое-то разнообразие. Сейчас ворвемся. Машуня. Здравствуйте. О, еще один сосед. Добрый вечер. До свидания. Пожалуй, я войду без приглашения. А вот и кассир. Пробейте мне, пожалуйста, водички. Ну вот. Придется самому себя обслуживать. Касса, как обычно, пустая. Сумки забиты и нужно что-то с этим делать. Пожалуй, я перекушу. И тем самым место себе освобожу. 16.10 как раз с время обеда. К сожалению, обжорство меня не спасло. Поэтому придется нам возвращаться к поезду. И сейчас мы быстро до него дойдем. Ведь тут есть спуск с горочки. Но для особенных товарищей, как я, здесь поставили забор. И как нам быть? Как нам быть? Ну как нам быть? А просто обойти забор и все. Вот такие пирожки с котятами. Ну что, настало время экстрима. Сейчас будем мы спускаться с гор. Ой, опасно. Здесь я не хочу. Не хочу. Нет, нет, нет. Здесь я не пойду. Шлепнусь и кости себе переломаю. А здесь спущусь, наверное, я как раз. Как скунс на жопе скатился. Отлично. И снова я домой вернулся. А время у нас 17.03. И хорошо, что мы вернулись. Потому что сейчас будет темнеть. Не нашел я зомбаря, который заорал фае. Возможно, уже и убежал. Добренька, добренька, с добреньким утрецом. 7.17 и снова слышу зомбарей. Настало время распрощаться с нашим миленьким и маленьким шкафчиком. Нужно заменить его на что-нибудь побольше. Ну что, шкафан, давай прощаться. Настало время разбираться. А молоток-то сдох. Китайский одноразовый. Давай возьмем с тобой металл. И переплавим слитки. И сделаем теперь мы молоток. Нормальный, крепкий. Ну вот, отлично, молот есть. Настало время шкаф нам собирать. Теперь у нас есть два огромных шкафчика. Вместимость хоть куда. Вернулся снова в гости я. Режил повторно обыскать ларек и понял, что не все собрал. А также не зашел вот в эту дверь. Слышу, что нас тут горячо встречают. Может быть и чай нам будут предлагать. Ох, ё-моё. Не дело так гостей жрать. Ну вот и славно. Обыскиваем быстренько домик. И находим здесь ключик. Ключ от электрощитовой комнаты на станции. То, что нужно. Продолжаем наше гуляние по соседям. Уверен, что в этом домике мы чего-нибудь дельное да найдем. Объяснивай дверь. Это ФБИ. О, нет. Это не ФБИ. Я так полагаю, что парадная дверь вот эта. Потому что зомбарь стоял именно в эту сторону. О, добрый день. Ну, с товарищи, чем я могу поживиться у вас? А тут разруха одна. И книг много. Возможно, зомбари читали. Кто-то ломится к нам в дверь. О, тут еще второй этаж есть. А как нам туда пройти? Вот как. Вот дикари. В своем же доме двери ломают. Как-то здесь не густо. Нашел пластиночку и таблетки. Настало время прогуляться и дойти до следующих домов. Не подходи ко мне, гранату кину. Ну да, конечно. Как всегда, все кривенько пошло. Но скоро ты сдохнешь или нет? Фух, я уж думал на тапки вставать. Воу-воу-воу. Товарищ, вы слишком большую задницу себе отъели. Ох, ё-моё. Нормально тебя так гранаткой раскрошило. Бедолага. О, ящички. У зомбаря здесь романтик. Он наслаждается. Пожалуй, мы избавим его от этих мук. Да, видок здесь, конечно, роскошный. Лавочка стоит. Зомбарь смотрел на озеро. На горы и на лес. Но здесь кругом туман. Чего разглядывал, не ясно. Еще один домище. Нам нужно посетить. Тут даже никого нет. Патрончики. Ух ты ж, дробовик. Ну все, настало время мозгокрашения. Достаем дробаш. И заряжаем эти два ствола. И кто же будет нашей первой жертвой? Сейчас 13.17. Я думаю, надо поесть. Обед все-таки как-никак. Все по расписанию у нас должно быть. Первая жертва. Подкрадемся к ней. Ох, это удовольствие. Ох, ё-моё. Ну что ж ты так вылазишь резко? Я не такой молодой. Могу и не выдержать. Фух. Но струхануть это ничего не сказать. Труханул. Смотри, какой бронелобый. Сейчас попробуем пробить. Ох, как я метко ему выстрелил между каской и бронежилетом. А кто-кто в этом домике проживает? А никого здесь не проживает. Но Патрики с бабличком заберу. Тук-тук-тук. Здесь есть кто-нибудь? До свидания. Ну вот и все. Дом полностью обычен. Для тех, кто переживает за мои обыски, я оповещаю, что туалет я обыскал. Настало время самого главного. Открыть эти двери. Нашим золотым ключиком. Вот он, электрощиток. Очень опасно высокое напряжение. Пока мы трогать это не будем, заглянем лучше в ящик. Немного денег и патроны нам пригодятся. Но заберем их чуть попозже. И прежде чем нам подавать электричество, нужно сделать вот так. И теперь бежим готовиться. Берем мы, значит, бочечки с горючим. Закидываем все внутрь. Эти бочки по необходимости я буду выкидывать из этого здания и подрывать. Скоро ты узнаешь зачем. Ну вот стаскал я все бочки. Одну оставил здесь. Но ее нужно поставить по центру. Ай, так сойдет. Ну все, теперь я полностью гостеприимен и готов встречать гостей. Оставлю двери я открытые, ведь гостям нужен вход. Врубаем мы рубильник в 17.03. Сработала сигналка о том, что мы врубили электричество. Сейчас побегут к нам толпы зомбарей. Пожалуй, я закрою двери. Залезу я немного выше. И буду вести обстрел с крыши. А вот и первый гость у нас. А там еще второй. Гляди. Ну что ж, пойду встречать на первый я этаж. И по пути загляну на заправочку. Ядреный редис. Заправку-то не включил. Электричество подал, а заправку не включил. Но теперь у нас все хорошо. И топливо заливается нам в бак. А гости-то все прибывает. Машуня, ты откуда выбежала? Там же дверь закрыта. Черт, как быстро здесь темнеет. Пожалуй, надо фонарей врубать. А вот и ломится к нам в двери. На первом этаже. Кажись, уже разбили. Не дождались они меня. Ну что ж, переходим к крайним мерам. Сейчас будем мозги разрушать. Машуня чё-то забыла. Обратно возвращается. Гляди-ка. Ох, успела в нас и плюнуть. Надо бы аптечку юзануть. Кажется, запахло жареным. Надо бы достать гранату. Ловите! Щадри мой подарок. Граната, как обычно, долгая. Ох ты. Нет, бежим! Бежим отсюда! Ну, вот и подставу я себе и намутил. Подарочек на Рождество. Зачем я бочки потаскал сюда? Ну что ж, на этой прекрасной ноте мы завершаем. Если тебе понравилось, то не забудь поставить лайк под этим видео. И подписаться, если ты еще не подписан, чтобы не пропустить следующих крутых видосов. Ну а я с тобой прощаюсь. Пока. Увидимся в следующем видео.